здравствуйте друзья я рассказывал вам уже о первоапрельской шутки которую устроил илон маск он же компания вы знаете о компании речь это тесла они устроили такую шуточку стали с людей собирать по 1000 долларов за автомобиль который не раньше чем через полтора года в конце 2017 наверное появится на дороге было не стали собирать и вы спросите а в чем шутка то они же реально деньги собрали или они их не собираются возвращать не друзья они вернут о чем речь вернут в виде автомобиля там забрав еще по 4 там остальные 34 тысячи не вопрос шутка была в том что они говорили что планирует за две недели получить со 100 тысяч человек по 1000 долларов таким образом это будет 100 миллионов долларов и вот это там ну им деньги не лишние вы сами понимаете тем более это без интересные деньги без банковского интереса вообще колоссально вот шутка была в том что за две недели 100 тысяч за 24 часа значит теперь мы переходим в реальный мир за 24 часа они собрали 180 тысяч то есть они за сутки собрали почти вдвое больше чем говорили что соберут 0 и ожидают собрать за это самое за две недели да вот так так вот пошутили можно сказать я себе представляю сколько они за две недели соберут очереди доходили до 500 человек хотя вот говорят что и в онлайне можно было заказать но дело такое у нас тут в офисе с моим студенты многие там в очередях стояли заказывали ведь как под будущие зарплаты значит что еще сказать очень интересная новостишка вообще я прежде чем очередную новостишку к этому делу относящуюся я хочу сказать мы никогда больше вот начиная с сегодняшнего дня 1 апреля 2016 года мы никогда больше не будем жить в том мире в котором мы жили до 1 апреля 2016 года в том что касается технологий в том что касается вот электромобилей в том что касается от этих там солнечной энергии экологии там и так далее и так далее вот это некий день до который является ну я так излагаю это в моем понимании я я не пересказываю то что где-то прочел я свое свои соображения мы никогда уже в том мире жить больше не будем и вот в доказательство этому смотрите что сегодня тоже новостишка прошла саудовская аравия создает фонд что-то вот вроде мне это чем-то напоминает российский ай анти какой он там этот фонд у них стабилизационный да значит вот значит фонд на 2 триллиона долларов это нечто чего в истории человечества не никогда не случалось вот таких масштабов два триллиона долларов и значит вот они сейчас рассматривают разные покупки что положить в этот фонд ну и и вот они говорят что хотят хорошо вложиться как раз вот в эту самую компанию тесла понимаете как получается то есть те кто производит нефть и понимает что дальше дорога в другую сторону они год давай вложим туда где альтернатива там может на этом и заработаем вот так же как компании которые скажем делали пленку для фотоаппаратов да они вложились в цифровые технологии цифровые фотоаппараты и так далее те же самые так вот задача этого двух триллионного фонда состоит в том чтобы обеспечить будущее саудовской аравии в мире в котором нефть на который сегодня строится вся ее жизнь уже не будет играть вот той роли а может быть уже и так почти совсем даже никакой если мы посмотрим там не на ближайшие там пять лет это ближайшие скажем 25 лет вот тогда тогда станет совсем грустно поэтому вот они сейчас создают этот самый стабилизационный фонд назовем его так инвестиционные стабилизационный уже не понимают что уже слава богу есть чего стабилизировать вот и все кроме того там еще одна новостишка прошла очень интересная и кстати сегодня из-за нее котировки нефти упали процентов там на четыре на пять так давайте пропустим велосипедистов что-то у меня огорчает тут саудовская аравия сказала что вот это готовящаясь там договоренность о замораживании добычи там и так далее возможно только тогда когда иран примет в ней участие в этой договоренности против собственных интересов потому что сегодня добыча нефти ираном намного ниже чем они собираются сделать им говорили раньше ну пусть они сначала там разгонятся а потом тоже к нам присоединяться в замораживание добычи так вот саудовская аравия говорит нет или они против собственного интереса это сделают сейчас или договоренности никакой не будет и вот сегодня нефть существенно там снизилась мы это видим так вот это мелочь не а я не говорю о котировках 1 1 месяца 1 недели даже одного года я говорю о том что мы никогда больше не вернемся в день до который мир который был до 1 апреля 2016 года мир в котором сырье вот эти вот ресурсы играли вот такую роль а сейчас все движется в сторону совершенно других технологий совершенно совершенно другой другой планеты на которой мы живем вот это я хочу сказать что такая вот шутка илона маска как его первоапрельская шутка превратилась в события планетарного масштаба счастливо друзья